доброго времени суток друзья это снова я иван сусанин и сегодня я хочу вас а немножко прогулять по серверу фабис да и z каким образом прогулять я хочу вам показать основы основы управления знания которые вы можете встретить на просторах ютюба я думаю часто но ничего страшного я буду еще одним проводником вашим вот для начала посмотрим что у нас есть в инвентаре на клавиатуре это было джи буква здесь у нас есть рюкзак который можно открыть и в которой можно служить вещи у нас есть один бинт у нас есть фонарик у нас есть болеутоляющие на случай если нам будет невмоготу неожиданно мы появились вот для электрозаводска то есть вот для самого города в принципе начинающим игрокам вообще не советую соваться в город потому что там очень много бандитов так это там у нас зомби зомб идет там очень много бандитов людей которые когда-то может быть были нормальными людьми но однажды случилось так что они убили кого-то и стали бандитами у таки вот охотников дочь из чужого добра тут ним немерено просто на этих серверах вот и чтобы как бы чуть-чуть вас сказать вам рассказать вам о том что здесь не так все весело может оказаться поначалу город лучше не ходить и лучше всего наверное прятаться в лесу но в лесу опять хабара много не наберешь лута я имею ввиду хотя идя по лесу можно встретить несколько там периодически встречать бежит кто-то за мной дома вот получается так если тебя заметили то он может от тебя вообще не отстать так что тебе будет тяжело бежать от него я по крайней мере знаю что там впереди есть такой загончик то есть когда вы оказываетесь когда вы оказываетесь здание зомбаки они перестают без бежать за вами они просто идут пешком и у вас появляется возможность скрыться от них сейчас мы сейчас спрятались немножко и может быть он меня вообще не найдет вот таких вот сарайчиках иногда бывает очень интересный лут но не всегда конечно канистра канистра с бензином принципе у меня сейчас пусто в рюкзаке поэтому я имею могу сейчас взять эту канистру с топливом вдруг я где-то по дороге встречу по дороге где-то вдруг я встречу машину на которой можно будет доехать до у нее не окажется топлива это не очень весело конечно вот я нашел сразу арбалет арбалет оружие такое принципе если подумать честно это оружие очень хорошая она хорошая хорошо тем что она бесшумно то есть вы если вы будете убивать какого-то зомби вас просто другие зомби не заметят но если честно на самых простых серверах то есть на серверах где не очень сложные зомби вот я по крайней мере я знаю один сервер очень простой по карте и вообще это фула джах азиатский город насколько я понимаю вот там лучшим оружием является все-таки топор но там можно найти конечно и офигительное снаряжение но для того чтобы найти его нужно пошастать поискать вот я тут сейчас ползу не знаю куда выйти лучше можно найти прямо так тут у нас зомбаки нужно приближаться городу я думаю если меня не заметят то можно тихо пробраться будет проблема вот заключается том что зомбаки иногда могут заметить издалека они сразу издают такой вопль так что вы не перепутайте что он вас увидел самый лучший способ спрятаться от зомби чтобы он вас не замечал то есть только если он вплотную вас сможет обнаружить это когда вы ложитесь ничком полностью ползете вот таким вот способом клавиша z это в полу приседе это клавиша x на клавиатуре монет на клавиатуре компьютера и встать это клавиша c то есть нижние клавиши они довольно удобно удобно расположение вот для переключения экрана нажимаете на цифровой клавиатуре сбоку enter и вы можете ведь от набита третьего лица и от первого лица иметь иногда лучше бывает так что вид от третьего лица иногда от первого вот вид от третьего лица он лучше вот в таких ситуациях когда нужно куда-то заглянуть а от первого когда нужно приблизить то есть посмотреть более конкретно ближе на какую-то цель на какую-то вещь какую вы можете заметить она рекомендую действительно для новичков которые начинают только играть первое время больше ползать то есть тут вот сбоку есть глаз и ухо и вот если на них не отображается вот эти вот полукружки вы дополнительные то есть вас не очень сильно видно чуть-чуть вот сейчас меня не видно совсем но только вплотную если у вас может заметить зомби для переворотов в лежачем положении называйте нажимайте клавишу q и е то есть ту и в другую сторону инвентарь еще раз повторю это же для того чтобы посмотреть кто ну не на всех серверах кто есть кто сколько то есть сколько людей убил на сервере такая такая статистика ведется это нажимаете клавишу p а чтобы определить сколько кто из людей есть на сервере это клавиша и это все английские буквы вот для чего я решил вам показать это все может быть большинство вы считаете что уже знают просто я встречал людей которые действительно еще даже не играли не знают что это за игра такая но причина то что не у всех до сих пор до сих пор есть компьютер и то есть у людей только появляются у некоторых компьютер об этом тоже нужно помнить помнить но не все люди играли но эта игра действительно просто ни с какой не сравнится с другой если вы двигаться любите шевелиться любите это симулятор жизни как бы выживания получается эта игра в каком плане то есть наступил зомби апокалипсис и в городах нет выживших вам во время того как вы появляетесь дается бинт как вы видели болеутоляющее одно фонарик и но это не на всех на каждом сервере как бы отдельно свое может быть вот вы появляетесь и когда вы появляетесь возле воды всегда появляетесь возле воды лучше сразу же отбегайте как можно дальше от того места где вы появились потому что новички то есть люди которые только появляются на сервере они начинают именно с этих мест с этого места и если вы убежите в лес то можете легче спрятаться от различного рода бандитов вот ну с новичка в принципе взять нечего но тем не менее мало ли кого что ведет в голову вот очень неприятная ситуация когда вас оглушат но болеутоляющее вам поможет в этом случае еще более страшная ситуация бывает когда вы ломаете ногу то есть неправильно подвернули сломали ее или где-то она у вас зажжала или кто-то вам ее сломал выстрелом или допустим зомби своим ударом единственное спасение от того от этого перелома является мастер его тоже не так просто найти он бывает либо в госпитале либо в спавнах на спавнах некоторых в некоторых серверах то есть после рестарта сервера на серверах появляются такие машины разбитые где есть целая куча различного электрогорск различных давай туда зайдем я думаю это лучше будет решение перешагнуть на букву В перешагнуть через вот в доме надеюсь более безопасно и здесь есть возможность собрать очень много лута патроны некоторые и бинты помещаются в нижний слот сюда больше ничего не помещается газировка и и да верхний слой то есть я могу положить еще также и в рюкзак но с рюкзака взять ничего нельзя то есть если вы захотите есть вам сначала нужно переложить себе в багаж и уже потом потом еще одна фляжка с водой так хорошо как бы появляется очень сильно я я очень сильно заметен сейчас в этом месте несмотря на то что я могу здесь очень много чего набрать газировка нужна лапша тоже для еды нужна флайеры то есть химсвет тоже он светится в темноте давай-ка мы так что я не то сделал класс он светится в темноте и то есть так вы его не увидите патроны разные мы пока возьмем разные патроны потому что у нас нет никакого толку оружия толком оружия помимо арбалета вы можете одновременно взять еще пистолет один вот сейчас я в крайне шатком положении потому что у меня нет оружия нормального и выстрел только один и если на меня нападут зомби то мне просто будет не отбиться от них одним одним оружием вот вы слышите зомби может меня тоже услышать о пистолет появился а нет это не пистолет это банка а это уже обрадовался так ну вот тяжело выходить из дома именно такие моменты когда на вас могут напасть так давайте пройдем вот сюда надеюсь нас никто сейчас не заметит движение сделаем маневренные здесь конечно есть транспорт вон такой но такой транспорт вы починить не можете есть транспорт который можно починить вот а вот этот транспорт вам просто не починить его он полностью разбит полностью раздолблен так было бы неплохо сейчас просто прийти в магазин и там набрать очень запасы еды и оружие может быть да а а уже потом идти в госпиталь когда я найду карту то есть там в магазинах может как бы карта да я сейчас пока буду ползать потому что все таки я действительно считаю что так как я еще недостаточно силен я конечно могу убежать от них от всех но проблема в том что мне нечем от них будет отбиваться потом идеальным средством был бы конечно для начала по крайней мере топорик а с помощью топорика вот там еще и зомби ползет да надеюсь он меня не заметит проползает как то прямо да лишь бы он сюда поворачивает блин я вот боюсь лишь бы он сюда как бы не приполз да в противном случае придется просто вставать и бежать как можно дальше и быстрее ну вроде пока меня не заметили да так тут у нас тоже похоже ничего нету пока будем двигаться в этом направлении так вот единственный способ от перелома ноги это морфин если вы потеряли много крови вы также можете ее перелить с помощью пакета крови вот здесь бывает пакеты крови и так болеутоляющие я говорю если вас оглушило вы можете воспользоваться болеутоляющим но крайне осторожно нужно на зданиях находиться и к краю здания подходить осторожно потому что бывает иногда подвисание у серверов и вы своим неловким движением можете сделать лишний шаг и в итоге упасть и и ладно вы упадете как бы может быть вы просто будете контужен вы потеряете сознание не умрете но когда у вас будет сломана нога вы будете настолько беззащитны перед зомбаками что вам придется ползать во первых ползать то ладно я ползаю сейчас а так вам придется ползать еще и не встать будет когда на вас вдруг нападут увидят зомби и подбегут вас и будут вас пинать не очень приятное зрелище я вам скажу когда они это делают они беспощадны эти существа где-то рядом я слышу наверно за стенкой ползает зомб там какое-то здание еще есть да вот вот крайне удобно вот в этом положении оп случайно я случайно выстрелил сейчас у меня кончились патроны в итоге блин я не нажал я не хотел нажимать вот видите как бывает сейчас у меня даже пуле нет ни одной фу сам себе подловил конечно гораздо удобнее из арбалета иногда бывает когда ничего не видно ох вас никто не заметит в принципе Нет, да, в принципе, если подумать серьезно, вот этот один мой болт, он меня бы не спас никак, а только усугубил мое положение, потому что я бы надеялся на него, а вдруг напали бы два зомби, тогда все, мне хана. Вот, смена оружия это на мыши средняя клавиша, просто вверх-вниз, поворачивание, вы переключайтесь, оружие и затем нажимаете либо Enter, либо левую клавишу мыши. Я не знаю, как тут быть-то сейчас, либо они меня не заметили, да, какая ситуация сейчас, мне кажется, можно бежать, как бы, то, что они побегут за мной, это не так страшно, потому что я могу скрыться, заметил. Все, когда тебя заметил, лучше, наверное, бежать в полный рост, вот, и уходить куда-нибудь в какое-нибудь здание, тут есть проходные здания, которые можно пробежать насквозь. Только нужно это успевать делать, смотри меня, сколько народу заметил, но я там видел здание, вот я через него сейчас могу легко пройти и выйти с другой стороны, вот это проходное здание. Да, да, он меня заметил. Я бы тут тоже пособирал, если бы что-нибудь было, нет, тут похоже, похоже, тут вообще ничего нет. С какой стороны он прибежит? Ну, так-то он должен с этой стороны пробежать, откуда? Я шел, но он придет, все равно он придет сюда, потому что он видел, что я забежал в этот дом, и зомби тоже у него есть мышление, он тоже может соображать. Так, какую сторону-то мне уходить? Да, когда у тебя нет ни топора, ни оружия приличного, очень тяжело, приходится прятаться все время, и какой-то любой зомби может тебя спалить перед остальными. Вот, примерно так это все выглядит, и вы много бегаете, вода, вот она бутылка, в виде бутылки она, вот идет со мной, она кончается, имеет свойство кончаться. То есть вы, как в реальной жизни, вы будете жажду иметь. Вот. Вроде тут зомбаков не видать, может они меня не заметят? Вот, жажду будете иметь, и обезваживание организма у вас произойдет. Так же с едой. То есть нужно искать еду и питье. Вполне подойдет любая газировка даже, любая банка тушенки, банка лапши. Так, здание как-то непонятно. Ну-ка. Вон тут нету лута. Лута здесь нет. Я прибежал в город, который называется Электрогорск. В городе тоже крайне небезопасно. Я говорю, что поначалу вам вообще лучше не лезть в город, не бежать туда. Несмотря на то, что здесь можно набрать очень много хабара, вам нужно для начала просто освоиться в этой игре. Вот это вам совет просто, как новичкам. Вот что-то я нашел. Еще ножик какой-то, да? Охотничий ножик, он мне пригодится для разделывания, наверное, туш животных. Так, не все патроны уходят в нижний слот. Есть патроны, которые уходят в верхний слот. Более тяжелые, как говорится, патроны. Тут есть... Так, что у нас тут есть? Тут есть только банки. Это металлолом запчасти. Ну, сейчас посмотрим, есть у нас куда положить их. По-моему, нету, да? По-моему, нету, куда положить. Некуда положить пока мне. Давай, выйдем с этой стороны, что ли? Нет, наверное, здесь выходить просто не имеет смысла. Пройдемся вот здесь. Это типа пристани у нас. Здесь город, наверное, все-таки в той стороне. Здесь у нас находится пристань. Тут, конечно, тоже есть здания, и в них, может, тоже что-нибудь можно найти, но... Здесь я бы не сказал, что особо много чего-то есть. Хотя, всяко бывает. Всяко бывает. Вон там здание, вот в это здание я хочу сейчас ходить. Если тут нет зомбаков, то все будет хорошо, все будет в порядке. Зайдем в это здание. Железнодорожная станция, похоже, это, да? Типа того. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Вот тут, вот в таких зданиях есть топорик, бывает. Вот, топорик бы нам не помешал заменить его. Но тут также и зомбаки ходят. Так что иногда... Стоит аккуратно этим заниматься. Так, ну, тут я смотрю, вообще ничего нету. Может, наверху будет? И аккуратно, аккуратно не упадите с лесенки. Если вы упадете с лесенки, это вам будет очень неприятно, очень плохо. Для вас же будет крайне тяжело потом найти... Скорее всего, вы погибнете. Вот, по крайней мере, по началу нет способностей, которые обычно... Бывает. Так, здесь вообще ничего нету. Я смотрю, вообще пусто. Пусто вообще. Пойдем сходим на крышу. Может быть, на крыше. Сейчас что-нибудь будет. Небольшой баг с той стороны, да? Как бы захожу. Обычно на крыше бывает кое-какой лут. Ну, видимо, это не здесь. Так. Станция. Город вон в той стороне. Нам нужно идти вот именно туда. Так, откуда я пришел? По-моему, я пришел вон оттуда, да? С той стороны. С той стороны. Сейчас мы спустимся вниз. Пройдем. Где-то поищем здесь еще. Для того, чтобы спуститься по лестнице, нажимаете, когда появляется стрелочка, нажимаете на Enter. Enter. Вот. Я еще раз повторяю, почему я занимаюсь этим делом. Потому что, действительно, я недавно узнал, что, действительно, далеко не все люди знают, что есть такая игра DayZ. И даже не пробовали играть. А когда первый раз начинаешь играть, ты ничего не знаешь. Просто... просто не умеешь. Кто-то меня засек. Да, он меня, видимо, засек. Я через этот вход, может быть, выйду, и, может, он меня... Фу, дальше не заметит. Так, сейчас, главное бы... Видите, какая видимость и слышимость у меня большая. Это на дороге. На дорогу тоже желательно не выходить, потому что люди бывают всякие. Люди бывают даже на машинах. И вот на машинах люди с машин они могут... Опа! Заметил! Придется уходить. Придется бежать. И не факт, что он от меня вообще отстанет когда-нибудь. А у меня нечем просто по нему стрелять. Франц скрыться, если выпрыгнете в воду. То есть, вас он не догонит в воде, но если... Он не побежал за мной, похоже. Ладно, он... Он не решился за мной бежать. Видимо, решил оставить меня в покое. Просто не каждый побежит. Здесь тоже ничего нету. Вот это просто... Мы ходим по краю. Мы даже в город еще не заходили. То есть, когда я зайду в город, и в городе... Здесь нет, дверь не открывается. В городе можно найти гораздо больше припасов этого лута. Там маленькое здание, но я туда не пойду, наверное. Так, пойдем мы, наверное... Здесь мы... О! Блин, он опять меня заметил. Уходим. Уходим. В стоячем положении вы гораздо быстрее убежите. У вас скорость выше. Напрягает меня вот это начало самой игры. Когда ты ничего не имеешь, когда у тебя ничего нет в твоем кармане, и тебя может любой зомбак просто долбануть. То есть, ты не можешь кулаками отбиваться от него. Мне приходится много бегать сейчас. Потому что зомбаки, они любят шевелиться. То есть, когда они вас увидели, они бегают вообще очень быстро. И вам также придется очень быстро от них убегать. за мной никто не бежит. Сзади, но тем не менее заметил кто-то. Там стекло лежит. Нет, на столик стекло не нужно. Ладно, давай побегаем тогда от зомбаков. Прямо на меня бежит. Ох ты, собака. я думаю, мы все равно добежим. Нужно добежать до Электрогорска, в сам город успеть. пока хоть и покраснела у меня бутылочка, то есть, пока я еще с голоду не помираю. Позволяет мне это пока бегать. Вот, это я просто показываю вам как новичкам, в принципе, как способы выживания в зоне. Надеюсь, все вам понятно. Надеюсь, не сильно вот видите, когда там корова бежит. Когда зомби вас увидел, он издает ужаснейший вопль и бежит за вами с той же скоростью, с которой вы убегаете. Он может за вами бежать километры просто, просто километры. У него скорость несколько не хуже ни у вашей подготовки может быть даже больше, чем у вас. Просто нужно найти проходной где-то дом, вот как вот этот и просто с другой стороны выйти. Вот я сейчас выскочил и я от него оторвался скорее всего. мне надо найти где-то дом, потому что у меня мне надо попить воды. Тут меня никто не просекает. вроде не вижу где-то вход так-то вот вход, да? Так же нажимаю я не могу вот так же нажимаете на пробел ой на enter и входите в здание. Здесь здания ничего нету. Аккуратно по лестнице чтобы не упасть и подвернуть себе ногу. нет, здесь оказалось, что ничего нету. Просто иногда бывает, что здесь лежит оружие. здесь сегодня ничего не оказалось. Так, ладно, пока я нахожусь в здании, можно попить, я думаю. Вот, я могу попить и сразу у меня улучшилось качество. Тут уже покраснела уже и еда, то есть я уже так же и хожу. Хочу есть немножко. зомби здесь ходят. Заметят, нет? Надеюсь, что нет, потому что у меня нет оружия до сих пор. Я ничем не могу ударить зомби. Хоть бы топорик какой-то маломальский. Ничего нету. так, тут два зомбака, они меня пока вроде не видят. Надо вон в ту, вот в эту буточку еще зайти, там тоже можно найти кое-что. И здесь, по-моему, неподалеку есть церковь. В церкви тоже часто бывает лут. То есть церковь есть церковь, спасает людей от различного рода такого апокалипсиса. Так, можно лежа, наверное. Я делаю это видом от третьего лица, потому что это пока удобно. Пока удобно. Даже меня не заметили. видите тут на площадке может быть и видно. Меня ну вот тут может быть какой-то да там что-то есть какой-то лут конторки так что чтобы добраться в нее нужно подождать вот когда уйдут эти зомби вон церковь стоит церкви часто тоже бывает лут так здесь посмотреть может быть может тут толком ничего нету а я да тут плохо видно плохо видно конечно я все с этим арбалетом бегаю бессмысленным арбалетом который мне ничего не дает так что там у нас есть что то я заметил там что то было блин тут идет зомбак сюда прямо будем ждать что меня не заметит будем на это надеяться так давайте будем вести себя тихо пока чтобы он прошел мимо меня по идее он меня не должен не видеть не слышать сейчас но он где-то рядом находится так из лута сигнальный фаер сигнальный фаер он нужен будет ночью то есть его будет видно очень сильно его не видно его видно именно ночью то есть когда вы можете с его помощью здесь у меня есть патрончики тоже можно будет воспользоваться не знаю какое оружие я найду я слышу мурлыка тут какой-то зомб рядом я боюсь поэтому выходить можно в принципе не бояться выходить а просто выбежать и да он заметил меня опять он меня заметил и бежать просто напропалу я вот тут есть о смотри тут же есть этот рюкзак рюкзак смотри какой я рюкзак нашел вот этот рюкзак гораздо лучше опа он больше он больше мне принесет вещей мимо них придется сейчас пробегать ладно я думаю пройдем сейчас вот этот момент тяжелый заметил меня в принципе было и видно и слышно так что он сейчас сюда наверное придет а там я видел пистолет я не могу его пока взять потому что тут ходит зомби так и ничего больше но мне бы этот пистолет я думаю пригодился бы сейчас так он бежит сюда прибежал он будет пойдет вокруг а я в это время смогу наверное взять оружие нет он меня заметил он меня заметил гад нет так заметил или нет он выходит из здания значит не заметила ну ладно хорошо тем нам лучше сейчас я возьму тот пистолет который там лежит выброшу арбалет мне он не нужен или ладно пока арбалет можно таскать с собой просто я вам проявлю сейчас именно вот пистолет и аж три магазина у меня пистолет м 19 чтобы поменять пистолет просто нажимаете вот так вот так перезагрядка это буква р на клавиатуре так же вот кто не умеет управлять здесь я думаю в принципе здесь не сложно будет научиться этому всему сейчас бы найти где-нибудь магазин да пробежим сейчас по территории где-то наверное должен быть поблизости магазин ну ладно беги беги за мной я тебя сейчас кончу прямо тут там смысла нету мне нужно бежать как можно дальше отсюда потому что сейчас сюда пойдут зомби где-то в городе надо искать магазин тут по-любому есть магазин и ни один в магазине можно подзапастись припасами и найти карту карта нужно чтобы определить наконец я думаю вот это я выстрелил зря конечно меня пытается ударить бьет меня так ладно то что у меня бил это мало того изменят из меня идет кровь пора убегать отсюда а петрович он меня не обратил внимание сначала вроде как бы да из меня хлещет кровь просто она надо искать где-то более серьезного убежища из меня просто вот хлещет кровь до сих пор вроде бы я перевязался видимо слабо меня только что чуть сильно не побил зомби потому что они неправильное место немножко принял но здесь здание я думаю меня будет незаметно они меня здесь не найдут думается нужно искать где-то магазин вот примерно так есть все то есть здесь это все обучаем а вы также можете стать крутым воякой здесь если немножко поднатаскаетесь если немножко научитесь когда вы еще только начинающий игрок просто я вам немножко рассказал о вот я взял получше рюкзак мест на сколько он мест ладно это надо не посуда смотреть на сколько он месту так вот вот на три отряда то есть гораздо побольше чем был в тот раз мой рюкзачок поменьше и вот пока мы находимся в этом доме ну я думаю сегодня я с вами попрощаюсь это было обучение на серверах игры dz но небольшое как бы походно-начальное обучение потому что еще раз говорю что я знаю людей которые еще не игра за не играли хотя я думаю с удовольствием поиграли в эту игру подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии смотрите новое видео вновь меня зовут иван сусанин это мой новый развлекательный канал ему всего второй месяц до свидания